всем привет друзья у нас сегодня необычный выпуск и у меня посчастливилось попасть первым в новый зал от playground это зал в рублево и я вам сегодня расскажу как тут все устроено построено какой красивый зал какие красивые раздевалки какие функциональные раздевалки потому что playground у нас ассоциируется функциональностью привлекательностью залов и персонала конечно же вот так кто был в playground на советской пожалуйста расскажите какие там все красивые замечательные побросаем проверим кольца расскажу как добраться ну и вообще может быть какие-то минусы найдем посмотрим поехали здравствуйте нужно надеть сразу бахилы кто был тоже на завеска и расскажите нравится вам эта машина с бахилами или нет мне очень вот такая раздевалка как всегда стильно давайте покажем туалет ну и душ для каждого отдельная кабинка кто стесняется но знаю таких то и не стесняются но и главное ребят что есть фен персональный не он конечно не особо пригодится шкафчики такие оля американские школы офигенно раздеваемся переодеваемся и приступаем к опробованию зала погнали опробовать зал из раздевалок можно сразу спуститься в будущий наверное тренажерный зал сразу выйти на площадку на мячи на любой вкус вы представляете а уилсон специальный зал playground очень важные детали уилсон playground сейчас пойдем побросаем этот великолепный мячик заходим зал playground рублева и здесь невероятный запах такой знаете нового паркета древесины краски я люблю конечно новую краску не знает как вы напишите комментариях любите ли вы после ремонта прийти квартиру или в новое здание чтобы пахло так новыми вещами новой мебелью вот здесь именно так очень крутая локация новая наверху есть вот такая вот зона вы можете наблюдать за тренировками соперников 8 колец вы можете прокачать свои скиллы свой бросок вот посмотрим что сегодня у меня с броском так но пока один из одного сто процентов проверим трешечку я ведь блогер до баскетболист блогер и мне нужно забивать трешки одной рукой потому что в другое я держу камеру все для вас вы поняли вторая попытка же есть кольца мягенькие мячи новенькие что вам еще нужно а сейчас мы поговорим с управляющим playground олегом и он расскажет как было тяжело построить данное заведение баскетбольное и вообще о всех нюансах большого большого уже сообщества playground который разрастается это круто и надеюсь это популяризирует баскетбол для людей и это все делается для людей поэтому если у вас есть свободное время и желание заниматься баскетболом используете новые локации а мы вам об этом расскажем и все покажем олег привет привет поздравляю тебя с открытием нового центра playground рублева и я хотел бы спросить для чего вообще вы это все делать потому что баски в россии не популярный вид спорта а вы до сих пор продолжаете все это делать две проблемы дураки и дороги до в россии в российском баскете это инфраструктура и тренерский персонал мы надеемся этим закрыть сразу две вещи так сказать поэтому открываем такого род заведения на основе на рекеренсе естественно заокеанских и топовых европейских клубов академии и так далее то есть есть хороший пример можно просто брать лучше и копировать и привозить это сюда это реально но мне посчастливилось побывать в трех на трех проектах playground это на совеловской и недавно ребята еще масштабировались открыли там дополнительные залы две площадки правильно да да и плюс я сам родом из липецка и был в липецке и там playground при поддержке как сказать наверное липецких властей и человек который очень больно баскетболом алексеем гуськов да да он обратился к вам и и сделал в липецке green hill да да это то я тоже там был и сейчас здесь рублева ты мне говорил что именно здесь рублева будет акцент на такую камерности и например профессиональный игрок может прийти и уединиться я вот и себе сегодня это почувствовал расскажи какие-то еще примочки или вот акценты что будет именно здесь зале смотри наш новый центр рублева он немножко отличается от совеловской потому что здесь немножко другая стратегия здесь правда немножко больше камерности уединение и в принципе стратегия на то и рассчитана будет много акцента на детях да то есть будет персональные групповые большое количество групповых тренировок с детьми и как раз таки то что мы сказали в начале для профессиональных игроков для людей которые вот хотят вот этого какого-то уединения да для них этот вариант будет намного привлекательнее чем савеловская потому что савеловская там стратегия была немножко другой да и сейчас уже как бы это настолько там расширилась да что там очень много народу еще может быть такое что будет спортивная детская команда playground да конечно которую будет участвовать чемпионате москвы а возможно потратили сто процентов принципе к этому все идет да начнется естественно все простого и процесс этот не быстрый да но все к этому идет что здесь как раз таки большой акцент на детях поэтому следите за новостями да все объявим все увидите хотите ли вы чтобы я был главным тренером этой команды следите за новостями подписывайтесь на playground москву на плейстрой и если вы вдруг захотели сами какой-то открыть баскетбольный центр или баскетбольную площадку ребята вам обязательно помогут плейстрой подписывайтесь олег спасибо большое за приглашение и новое место на теперь по ценам плаграмм от рублева будет и кафе естественно куда же без него и еще конечно же будет магазина стритбол поэтому если вы пришли без кроссовок если же такие еще то вы можете приобрести кроссовки здесь и носочки обязательно я любитель кофе и месяца было интересно здравствуйте борис как вас зовут вас виктор и меня виктор сколько будет стоить кофе по грамм от рублева америка вот так вот да но тут машина мне кажется очень дорогая машина здесь маргини среди по маргини среди кофейных аппаратов поэтому если вы хотите такого прям крепкого кофе качественно здесь вы можете перед тренировкой усугубить за 250 рублей если я буду то я вам оплачу кофе вот сразу если я погромлю подходит ко мне я вам покупаю кофе договорились договорились теперь самая главная часть здравствуйте как вас зовут вы будете работать на ресепшен все верно сколько будет стоить абонементы вот я хочу покачаться и выбросайте playground рублева вот вот такие такие должны быть строгие девчонки с именем анастасии и на ресепшене в программах рублева как вам вообще здесь нравится вы успели побросать вообще любите баскетбол любите анастасия какие команды играют так но вот это вот значок рокетс хьюстон рокетс это хьюстон си это клеон клеон кавлерс какой знаменитый игрок играл за клеон кавлерс самый знаменитый баскетбольный игрок ты бы ты была в playground савеловская заходишь в зал когда ты да и на дальний тот зал и там большой портрет как его зовут за лайки сейчас играет на игроза клеон джеймс а имя джеймс фамилия lebron джеймс скажу так выбран джеймс еда понимаете в баскетболе разбираются люди поэтому приходите все будет круто ждем с нетерпением мы на втором этаже с олегом он продолжает проводить экскурсию ты что-то говорил по трибуны так как у нас есть дефицит места и дефицит пространства мы естественно не можем поставить те трибуны которые бы мы хотели поэтому здесь было принято решение сделать второй этаж с соответственно с панорамным видом на все там рекорда на соответственно здесь можно будет там наблюдать за тренировкой на грая родитель может прийти и посмотреть на ребенка стулья очень удобный а есть что-то такое что например не получилось сделать в этом проекте слушай пока что ну наверное не то что мы за это переживаем да но как хотелось бы наверное пока что есть момент с тренажерным залом да здесь он такой более то чтобы камерный не очень большой на естественно тебе хочется чтобы он был огромный да в любом в любом центре да но здесь такой возможности не было сейчас возможно такое тоже это вот как раз таки один сайт не факт что это получится да но под нами под нами есть этаж часть этого этажа тоже будет сдаваться и вот нас как раз таки нам предлагают его забрать мы пока не уверены да у вас там получится или не получится да но такая возможность имеется и мы соответственно можем сделать там уже зал побольше из раздевалок можно сразу спуститься в будущее наверное тренажерный зал кстати и будет тренажерный зал потому что покрытие здесь для того чтобы ронять гири и гантели на пол так я примерно качаюсь до всегда еще важный момент ребят я вам говорил что здесь на корте который нестандартный да ребята из playground могут постелить покрытие три на три и вы можете подготовиться к любому турниру три на три возможно вы команда мастер смотрите мой влог поэтому приезжайте и тренируйтесь да уж он душ он душ он call me please baby моя экскурсия в playground рублева закончена подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на канал playground это твоя площадка на playground москву на play строй и следите за информацией playground рублева работает с 7 до 10 часов вечера 7 утра до 10 часов вечера и ждет вас здесь как добраться сейчас расскажу друзья как добраться до playground рублева вам нужно будет сесть от метро крылацкая на 129 автобус и доехать до остановки автобусной рублева и сразу вы окажетесь у этого торгового центра в красно-оранжево-желтых тонах обойдете его сзади и видите вот такую дверь playground москву заходите и наслаждаетесь такая вот история и мы вас всех ждем но playground рублева возможно какая-то будет скидка для моих подписчиков 5 процентов на абонемент давай знаешь как мы я даже думаю что можно сделать можно сделать поинтереснее когда у тебя будет например какой-то выходной день мы провести самый тренировок мы можем провести либо тренировку либо пикап побегать от своими подписчиками грубо говоря то есть ты можешь позвать всех своих друзей знакомых коллег и так далее мы просто здесь сделаем такой типа пикап пикап день чем такое пишите комментарии кто хочет идти и это будет бесплатно да да и мы здесь с вами поиграем соберемся сбор подписчиков первый будет для меня наверное спасибо программу олег спасибо за такую интересную информацию